Есть понятие комбинаторного вида, так что деревья, графы, перестановки, линейные порядки, это все примеры комбинаторных видов. Может быть, строгое определение повторять не буду, но скажу, что если есть комбинаторный вид f, для каждого стандартного конечного множества из n-точек, у нас есть множество f-структур. На этих самых точках, то есть мы можем смотреть n-точек и сказать, что рассмотрим множество всех деревьев, где эти n-точки являются вершинами. Можем посмотреть на n-точек и посмотреть на множество всех, я не знаю, разбиение n-точек в несколько непустых подможеств. Так вот, если у нас есть какая-то структура, то основное, что с ней можно делать, это определение зашитого абстрактно, это переносить по биекции. Если есть биекция и сконечное множество в себя, то и структура переносится по биекции. Таким образом, задано действие группы Sn на множество, комбинаторный вид f для каждого n создает действие группы Sn на множестве f от n. Ну и сейчас я буду рассказывать про связь с теорией подставления симметрической группы. И связь с теорией подставления симметрической группы такая, что если у нас есть действие группы Sn на конечном множестве, то у нас возникает то, что называется перестановочное представление, то есть действие на функциях со значениями в поле k. Ну, следовательно... Перестановочное представление, то есть представление группы Sn в пространстве... Ну давайте комплексную теорию подставления иметь в виду. Комплекс назначенных функций на этом самом конечном множестве. Ну и основная идея, которую мы будем эксплуатировать, что... Во-первых, есть такая идея, что на любое действие группы Sn на множестве нужно смотреть, полезно смотреть как на действие на множестве структур какого-то вида. То есть даже если есть абстрактные действия группы Sn на множестве, например, там... Я говорил, что хороший пример, на который можно потратить много времени, это внешний автоморфизм S6. S6 действует на шести точках хитрым образом. Вот вопрос. Какая структура при этом сохраняется? Ну ее можно явно описать. Это, собственно, один из способов построения этого самого внешнего автоморфизма S6. Ну а другая вещь, что оказывается, что перестановочных представлений вполне достаточно, чтобы описать все линейные представления. Ясно, что не любое линейное представление является перестановочным. Далеко нет. Но для группы Sn есть чудесный факт, что любое линейное представление является линейной комбинацией перестановочных с целыми коэффициентами. Ну давайте назовем параграф, значит, фарабениусову характеристику. Почему он называется характеристикой, я не знаю, или фарабениусов характер. Как мы знаем, для каждого комбинаторного вида можно рассмотреть его цикленный индекс. А именно для тех, кому не было в прошлый раз. Если его писать от симметрических переменных, то это производящая функция для множества раскрашенных f-структур. Для множества классов изоморфизма раскрашенных f-структур. то есть коэффициент перед x1 в степени k1, x2 в степени k2, xn в степени kn. Это количество f-структур, в которых k1-точек покрашено в цвет x1, k2-точек в цвет x2 с точностью дезоморфизма. Вот. Но такая вещь не очень хитрая. Ну и мы считали этот цикленный индекс для нескольких конкретных ситуаций. Например, мы его считали для типа структуры множества. Ну и давайте я его еще раз напишу, слегка изменив обозначение для множества. e это от французского ансамбля или что-то в этом роде. Это очень удобно, потому что экспоненты тоже с буквой e. Если его писать через симметрические переменные, то это просто-напросто... А, тип структуры множества без дополнительной структуры. Ясно, что множество из n-точек есть только одно, а раскрасок этого множества уже много, но ясно, что каждая раскраска соответствующего маному одна. Ну, если никакой дополнительной структуры нету. Поэтому это просто сумма всех маномов всевозможных. Ну и если это в однородной части развалить, то это будет сумма по всем n полных однородных симметрических функций. По определению, полная однородная симметрическая функция степени n это сумма всех маномов степени n. Элементарная симметрическая функция это сумма всех маномов степени n, где каждая переменная встречается не более одного раза, Сигма-ката от x1, x2 и так далее. А h-ката от x1, x2 это сумма всех в основном степени n, где там x1 может в квадрате быть, x2 в кубе и так далее. Вот. Так вот это можно записать по-другому через степенные суммы. Это записывается... как это записывается через степенные суммы? А, по формуле Бернсайда это может быть записано так. Единица на n-факториал. Здесь сумма по всем перестановкам из sn. ψ1 сумма первых степеней в степени количества циклов перестановки сигмы длины 1, ψ2 в степени количества циклов перестановки сигмы длины 2 и так далее. ψn в степени количества циклов перестановки сигмы длины n. Так, ошибся ли я тут где-то? Да, я, конечно, ошибся, потому что здесь надо поставить порядок, порядок класса сопряженности, да? А, нет, не надо, все правильно. Порядок класса сопряженности сейчас мы напишем. Значит, если воспользоваться теоремой Берцайда, перечисление количества орбит через неподвижные точки, то вот эту штуку, ну, раскрашенной версией теоремы Берцайда, которая называется теоремой перечисления поди, то у нас получится вот такая формула. Ну, это все-таки отдельный разговор, теория перечисления поди, хотя она там за 5 минут доказывается. Да, хорошо. Вот в книжке в качестве иксов обозначаются вот эти типенные суммы. То, что в книжке там обозначены иксами, это типенные суммы, а про симметрические переменные, от которых симметрические функции пишутся, они там почему-то очень редко обозначаются. Для них это примерно очень редко обозначается. Ну, ладно. Так вот, давайте это немножко перепишем, незначительно. Следующим образом. А именно, вместо суммирования по всем перестановкам напишем суммирование по всем классам сопряженности. Какие класс сопряженности в группе Sn? Ну, мы знаем, что там класс сопряженности в симметрической группе определяется набором длин циклов. Набор длин циклов – это разбиение множества… Разбиение числа n на какие-то кусочки. Я буду разбиение, как всегда, обозначать буквы лямбда. Правда, я не помню, как оно обозначается. Так кажется, разбиение числа n. Ну, или, может, надо переставить лямбда n местами. Вот. Соответственно, класс сопряженности я обозначу c лямбда. В каждом классе сопряженности у нас вот столько элементов, и, соответственно, длинный циклов зависит реально не от перестановки, а от класса сопряженности. То есть e1 от лямбда – это количество элементов разбиения лямбды из одной точки состоящих, e2 от лямбды – это количество разбиений… количество элементов разбиения лямбды, состоящих из двух точек и так далее. e3 от лямбда. Ну, еще раз. Давайте я нарисую какую-нибудь картинку. Ну, вот здесь, например, e1 равно 1, и 2 равняется 3, и 3 равняется… если я горизонтально напишу… 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Ну и так далее. И 4 равно 1, и 3 равняется 2, и 2 равняется 3, и 1 равняется 1 для такого разбиения. Вот. Ну и часто это переписывают следующим образом. А именно краткое обозначение для вот этого произведения – это пси лямбда. то есть маном от степенных сумм, построенный по разбиению лямбды, обозначается пси лямбда. А вот это отношение – это на самом деле что такое? Если это класс сопряженности, это порядок группы, то это просто… В знаменатель нужно записать порядок централизатора. Ну, порядок централизатора обычно во всех книжках обозначен… Порядок централизатора перестановки с цикленным типом лямбда обозначен буквой z лямбды. Ну, соответственно, здесь пси лямбда, а здесь z лямбда. Для z лямбды можно явную формулу, конечно, написать нехитрым образом. Здесь z лямбда – это порядок централизатора. Что это такое? Ну, это реально знаменатель, когда мы считаем количество разбиения на циклы. А с другой стороны… С другой стороны… Ну, это произведение факториалов, да. Но просто надо еще… То есть с одной стороны мы должны перемножить факториалы, а с другой стороны учесть, что… И сейчас… Мы можем кусочки, значит, переставлять это произведение факториалов. Ну, правда, да. Нет, нет, тут же надо еще что-то написать, что у нас цикл выбран, соответственно… Соответственно, здесь надо написать на i1 в степени… Сейчас… На 1 в степени i1, 2 в степени i2, n в степени iN. В каждом цикле мы можем n раза двинуться, возвести цикл в данную степень. Кажется так. Ну, то есть, как порядок-централизатор – это очень легко считать. Ну, можно, конечно, думать о комбинатурной задаче, где эта штука стоит. Знаете ли? В общем, явная формула есть, но ее писать не надо. Так как я буду этим обозначением пользоваться, то… То вот я его сейчас ввел. Так. Ну, очень хорошо. Теперь что же мы видим? Мы видим, что если у нас есть комбинаторный вид, то для каждого n у нас есть действие группы Sn на множество, и этому действию группы Sn на множество можно сопоставить, ну, если здесь взять только одну однородную компоненту, соответствующую данную n, симметрическую функцию степени n. Эта симметрическая функция степени n и называется фрабиниусовой характеристикой. Ну, то есть, по сути дела, фрабиниусская характеристика – это и есть цикленный индекс. Ну, просто чуть-чуть в разных науках. То есть, если группа Sn действует на множестве, то таким образом задается комбинаторный вид по формальному определению, что это функтор, который, значит, n переводит в это самое множество, а все остальные n' неравные n переводят в пустое множество. Вот. И... То тогда у нас есть... Ну, давайте обозначим букву θ, это действие на множество. Перестановки, может быть... Ну, тогда у нас есть, я уж не знаю... Вот так обозначается симметрическая функция. Вот так как здесь написано, только в этом примере неподвижных точек была одна, а здесь надо писать неподвижные точки. От чего? От произвольной перестановки из класса сопряженности лямбда, отвечающего разберению лямбды, ψ лямбда делить на z лямбда. Ну, просто обычно как-то в книжках по теории представления, где фрабеневская характеристика употребляется, ну, написано такое определение, ну, вот понимаете, как знаете. Ну, а объяснение того, что происходит, очень простое. Надо взять цикленный индекс. А почему надо брать цикленный индекс? Это я как раз на вторую лекцию там долго объяснял, что это там с категорной точки зрения очень максимально естественная конструкция. Вот. Ну и вот... Собственно, вот его взять, и в этом контексте он называется фрабеневская характеристика. Но мы сейчас немножко определение расширим. А именно, вот формула у нас написана для перестановочного представления. Если у нас есть перестановочное представление, построенное по действию группы на множестве, то оказывается, что вот это количество неподвижных точек, это есть не что иное, как характер перестановочного представления. Напоминание из теории представления. Что там? Если группа G действует на множество, то это все равно, что след соответствующей матрицы. Ну, потому что матрица, которую мы записываем в действии нашего элемента группы, это будет матрица перестановки. Ну и, соответственно, у матрицы перестановки след очень легко вычисляется. Там единички встречаются на диагонали только тогда, когда, соответственно, точка базисная. Базис в пространстве функции это дельта-функция, то есть объективно соответствует точкам множества m. Если точка множества m неподвижна, ну, значит, вот единичка по диагонали у матрицы перестановки. Но это нам подсказывает мысль сказать, что на самом деле неважно, что θ это было действие группы на множестве. Пусть теперь произвольное представление группы СН и возьмем, напишем ту же самую формулу. Как это правильно? Произвольное линейное представление. Ну, просто раньше была формула написана только для специфических представлений, но мы можем ее точно такую же написать для произвольных представлений. То есть каждому линейному представлению группы СН сопоставляется симметрическая функция степени n. Так, что здесь надо написать? Характер от произвольной перестановки из класса сопряженности λ, ну и здесь тоже самое. Да. Ну, что мы видим? Мы видим, что ясно, что это отображение линейное по прямой сумме представлений. То есть проведена циферистику прямой суммы. Ну, потому что характер линейно зависит, соответственно, соответственно тут в каждом слогаемом сложение происходит. Гораздо интереснее понять, чему же отвечает умножение симметрических функций. Умножение симметрических функций, оно конечно же не отвечает тензорному произведению представлений, потому что тензорное представление группы СН дает нам представление группы СН, а при перемножении симметрических функций у нас степени складываются. Если была однородная функция степени n, на однородную функцию степени m будет однородная функция m плюс n. То есть умножение у нас очень хитрое, но это умножение как раз терминных комбинаторных видов совершенно естественное. Это вот умножение по каши, которое заключается в том, что мы на одной половинке вводим f-структуру, на другой же структуру. Это определение перемножения комбинаторных видов. Его можно описать и непосредственно в терминах теории представлений, но так... Ну, я даже сейчас эту формулу, наверное, напишу в обратную сторону. Чему соответствует умножение фрабиницовых характеристик. Но вы можете закрыть глаза и на нее обращать внимания, поскольку, видимо, я постараюсь и не пользоваться. Это вот что нужно. Это нужно рассмотреть... Так видно? Надо рассмотреть представление группы... Ну, пусть РО-1. Это представление группы, скажем, СК. Ну, неважно куда. РО-2 это представление группы какой-то СЛ. У нас есть прямое произведение, которое, конечно же, здесь действует... на тенсорном произведении. Ну и надо взять индуцированное представление. То есть это будет равенюс характеристика представления РО-1 крест РО-2, которая индуцирована с подгруппы СК крест СЛ на группу СК плюс Л. Ну вот эта подгруппа здесь. Ну и вот есть операция индуцированного представления. То есть это функтор сопряженного ограничения. Как-то оно там строится. Можно характер его вычислять. Можно, в принципе, формально проверить... Формально проверить... Вот это тоже будет какая-то выкладка. Но его можно, конечно, написать. Она написана в учебниках. Но мы, во-первых, сейчас покажем, что нам достаточно работать для того, чтобы доказать какие-то теоремы с перестановочными представлениями. Поэтому на это можно внимания не обращать. Вот. Теорема. Ну, я сформулирую теорему, а потом буду объяснять ингредиенты ее формулировки. Значит, у нас есть кольцо R от SN по всем N. Ну, или можно сказать кольцо представления. А можно сказать, что это просто целочисленная линейная комбинация всех неприводимых характеров, всех групп N по всем N. Но только с хитрым произведением. Вот таким, с хитрым произведением, которое определено ниже и определением, которым мы пользоваться не будем. Значит, здесь есть хитрое произведение, которое вот тут написано. Ну, так как сейчас окажется, что любое представление является линейной комбинацией перестановочных, то таким образом можно считать, что не это произведение, а произведение, которое по габинатурным видам построено, оно продолжается на всевозможных представлениях. Вот, но сложение обычное, а есть кольцо симметрических функций. С целыми коэффициентами. Ну, и теорема говорит, что форобиниус-олактивистика является изомархизмом. Изомархизм сохраняющий скалярное произведение. Ну, на характерах у нас обычное скалярное произведение. Если у нас есть два характера группы Sn, то можно посчитать их скалярное произведение. Вот, а если два характера разных групп Sn, то их скалярное произведение по определению 0. Вот, скалярное произведение на симметрических функциях я еще не определял. Это, видимо, самое там существенное, что нужно делать, чтобы объяснить формулировку. Ну, давайте поймем, что же мы уже проверим корректность. Оказывается, вот этой формулой у нас действительно создается... Ну, значит, в чем тут хитрость? Хитрость это вот в чем. Точнее, тут есть какие-то знаменатели, правильно? Тут есть какие-то знаменатели. Я должен сделать такое замечание, что... Есть простая теоремость теории представления. Сейчас я, наверное, за пару минут докажу. А именно, значение для симметрической группы, значение любого характера, это целое число. Вообще говоря, значение характера это целое алгебраическое число конечной группы. Потому что что такое характер? Это сумма собственных чисел. Если у нас есть элемент конечной группы, то он там в n степени дает единицу. Поэтому, собственно, числа это корни из единицы. Вот. Ну, то есть это целое алгебраическое число. А для симметрической группы это будет целое число. По какой же это причине? Да, поднимите те, кто знает, почему это так. Руки. Нет. Ну, пока нет. В том-то с этим мы хотим. Ну, для того, чтобы проверить, что целое алгебраическое число является целым, достаточно проверить, что оно неподвижно относительно действий группы ГЛОА. Вот. Если у нас есть какой-то элемент группы ГЛОА, правда, мне непонятно, какую букву его обозначить. Потому что буква сигма занята, буква эта занята. В общем, если мы подействуем группу ГЛОА, то, то есть каким-то сопряжением, которое корни из единицы переводит в корни из единицы, Значит, мы знаем, что херо от сигма – это сумма корней какой-то степени из единицы. Вот. Теперь по действиям группы ГЛОА. Ну, то есть какой-то многочлен от е-псилонн. Теперь по действиям элементам группы ГЛОА, который вот этот самый корень е-псилонн переводит… Ну, куда элемент группы ГЛОА переводит е-псилонн? Куда-то в е-псилонн-кат. Правильно? Вот мы хотим проверить, что при этом херо от сигма, которая равнялась p от е-псилонн… Куда он перейдет? Ну, это многочлен с целыми коэффициентами, потому что это сумма степеней этого самого е-псилона. Правильно? Он перейдет в p от е-псилонн в кат. А теперь внимательно смотрим на это дело. И что же видим? Мы видим на самом деле, что это не просто многочлен, а многочлен – это сумма степеней вот этого самого е-псилона. А степень – это собственное число соответствующей матрицы. То есть мы видим, что здесь каждое собственное число взвелось в катую степень. А каждое собственное число возводится в катую степень, когда мы элемент возводим в катую степень. Когда матрицу возводим в катую степень. но сигма в катой и сигма они у нас должны быть к у нас хорошая да потому что потому что вот это n большое у нас чё там к у нас должно быть хорошая ну надо было конечно сказать что n это n это порядок сигма к у нас именно просто с порядком вот потому что то есть может здесь не цена было написать а q от эпсила ну поэтому если k взаимно просто с порядком перестановки то сигма и сигма в катой сопряжены раз сигма и сигма в катой сопряжены то сигма с сопряжен сигму в катой то вот это равно вот этому значит вот это равняется вот этому значит по действиям группу угла у нас вот это число пришло в себя ну это как для любого элемента из группы угла, ну, значит, оно целое лагебраическое. Другое дело, что здесь все-таки знаменатель какой-то есть. Но во всяком случае, во всяком случае, мы уже сейчас можем сказать, мы уже сейчас можем сказать, что мы построили отображение из кольца представления в кольцо симметрические функции с рациональными коэффициентами. Вот. Ну, давайте я еще скажу какие-то вещи, которые не требуют скалярного произведения. А именно, заметим, что с рациональными коэффициентами доказать, что это изоморхизм векторных пространств, ничего не стоит, потому что надо всего лишь сравнить размерности. Мы знаем фрабению-сулактилистику некоторых замечательных действий группы СН, а именно... Так, что я хочу сделать. Вот у нас фрабению-сулактилистика, да? Давайте рассмотрим такой тип структуры. Разбеяние n-элементного множества на блоке размеров k1, k2, k1. И вычислим его фрабению-сулактилистику. Сейчас я должен обозначить. Ну, просто разбиение на блоке, отвечающее, отвечающее там, разбиению лямб. Так, правильно я пишу? Ну, вроде правильно. Ну, какая же фрабению-сулактилистику у этого типа структуры? А, разбиение на упорядоченные блоки, вот. Ну, это тип структуры является произведением типа структуры. Множество из такого количества элементов, множество... Ну, ладно, давайте я сначала ответ напишу. В симметрических функциях у нас есть несколько замечательных базисов. Один из этих базисов мы уже определили, вот этот самый psi лямбда. Ну, давайте определим базисы h лямбда и сигма лямбда. Базисы в лямбда. Значит, по определению функции h лямбда это h1 в степени e1 от лямбда, h2 в степени e2 от лямбда, hn в степени en от лямбда. Это обычные полнооднородные симметрические функции, а здесь, соответственно, новое обозначение, полно... так, функция h лямбда. Полнооднородные симметрические функции образуют... Они порождают кольцо симметрические функции, как кольцо многочленов бесконечного числа переменных, и штамм. И они алгебраически независимы. А, соответственно, всевозможные их произведения образуют базис, как в векционном пространстве или как в свободном z-модуле. Точно так же определяется сигма лямбда, то есть ψ, лямбда, h лямбда и сигма лямбда определяются одинаково. Чуть-чуть по-другому определяется самая простая симметрическая функция, а именно мономиальная симметрическая функция, которая определяется так. Давайте возьмем моном, который соответствует нашему разбиению. Ну просто моном вот такой и симметризуем. Возьмем сумму всех мономов такого вида, но при этом, если при какой-то перестановке у нас снова получается моном такого вида, мы все равно берем с коэффициентом 1. То есть берем моном, действуя на него симметрическая группа, берем сумму по орбите, причем каждую точку орбиты берем с коэффициентом 1. Даже если они совпадают. Да, даже если они совпадают. Это называется мономиальная симметрическая функция. И обозначается m лямбда. Но заметим, что здесь определение, оно чуть-чуть по-другому написано, чем здесь, поэтому не надо путать. Вот здесь, видите, это элементы разбиения, а здесь количество чего-то там, кусков величины там 1, количество кусков величины 2 и так далее. Так что же такое у нас вот эта самая h лямбда? σ это элементарный симметрический функция. Мы знаем, что такое hn. hn это такой тип структуры. Тип структуры просто 1 элементного множества и без дополнительной структуры. Ну что такое тогда по... Потому что цикленные индексы у нас перемножаются при перемножении по каше этих самых комбинаторных видов, мы можем сказать, что такое hn на hm. Но hn на hm это вести мы цикленный индекс на такое множество разбито на два блока пронумерованных. Размера n и размера m. Иначе говоря, это фробениус-сустилистика для такого представления где θ это действие на разбиениях на два блока. Ну сколько у нас разбиение на два блока? c из n по m, видимо, да? m плюс n элементное множество размера n и m. То есть это представление вот такой размерности. Правильно? Да. Даже если два блока одинаковые, то важна нумерация, здесь все равно будет c из 2n по n. Представление такой размерности у него есть фробениус-сустилистика, а эта фробениус-сустилистика равна вот этому. Даже считать не надо, поскольку фробениус-сустилистика это цикленный индекс. А цикли индекса перемножаются, когда мы перемножаем комбинаторный вид. Ну, соответственно, нетрудно понять, чьей же фробениус-сустилистика является функцией h ламда. Давайте я говорить не буду, потому что язык слова разбиения на вот сколько-то блоков, где вот столько блоков имеет размер 1, вот столько блоков имеет размер 2, вот столько блоков имеет размер n. Но при этом разбиение такое, мы пронумерованные блоки. Так, ну хорошо, а теперь вопрос. Если мы рассматриваем функции фиксированной степени, то сколько уже у нас полных однородных вот этих функций h ламда фиксированной степени? Ну, ясно, что все h ламды у нас в линейне независимы, и количество тех h ламда, для которых мощность степени ламда равна n, у нас в точности... Значит, рассмотрим все h ламды, где мощность степени ламды равна n. С одной стороны они образуют базис где в кольце симметрической функции даже с целыми коэффициентами размера n, как там, не очень трудно понять. Ну, во всяком... То есть некий вопрос, почему они с целыми коэффициентами образуют базис, но это тоже несложно. А с другой стороны ясно, что разбиение у нас ровно столько, сколько классов сопряженности в группе S n. А классов сопряженности в группе S n у нас ровно столько, сколько неприводимых представлений в группе S n. Поэтому мы видим, что отображение из чего-то... из представлений группы S n давайте tensor на Q лямда n tensor на Q оно, во-первых, сюрреактивно, ну и пространство слева и справа имеют одинаковую размерность. Ну, значит, с рациональными коэффициентами у нас пробиение сутилистика в самом деле является изоморфизмом. Ну, в частности, отсюда следует, что любой характер любого представления, произвольного представления группы S n уж во всяком случае является, так сказать, рациональной комбинацией перестановочных характеров. Ну, мы там совсем скоро увидим, что в самом деле целочисленные комбинации перестановочных характеров. так. Что? Ну, вот, видимо, дело дошло до того, чтобы вводить скалярное произведение. Ну, да. Ну, для того, чтобы показать, что это не рациональный изоморфизм, а действительно с целым коэффициентом изоморфизм, придется пользоваться скалярным произведением. Как-то мне не придумать без скалярного произведения. Ну, хорошо, значит, теорема временно откладывается, сейчас будет разговор про скалярное произведение. К сожалению, разговор про скалярное произведение будет совершенно стандартный, а не так, как это следовало бы произносить. А потом, может быть, в следующий раз или через раз я расскажу правильным образом, откуда возникает такое скалярное произведение. скалярное произведение на симметрических функциях. Ну, или на λn, ну, или на всех... Ну, мораль такая, что разные компоненты, однородные компоненты разной степени будут ортогональны друг другу. Вот. Ну, и скалярное произведение обычно вводится следующим образом. А именно, оно вводится здесь при помощи элемента Казимира. Ну, наверное, его так надо называть, хотя это, конечно, громко сказано. А именно, если у нас есть эвклидовое пространство, если в эвклидовое пространство, ну, или, точнее, пространство изобилиненное, с невырожденной билинирной формой, как-то с невырожденным скалярным произведением, то у нас есть изоморфизм с ним связанной. Ну, и давайте, если у нас есть базис E1, E, N, то, как водится, здесь возникает двойственный базис, А тот базис, который при этом изоморфизме в самом пространстве, он называется, но он тоже двойственный, там, дуальный базис. Ну, и смысл этого дуального базиса такой, да, что E3 с крышкой на E3 скалярное произведение равняется, там, единицами, ой, или нулю. Так что же такой элемент Казимира? Элемент Казимира это такой элемент V, который пишется следующим образом через любой базис. Но оказывается, что этот элемент на самом деле не зависит от выбора базиса, поскольку на самом деле этот элемент при изоморфизме с V со звездочкой тенсорного, но если вот по первой компоненте мы применим стандартный изоморфизм, то этот элемент просто-напросто переходит в тождественное отображение. Ну, потому что в какое отображение он переходит, то есть лучше было бы написать вот так, видимо, на первом векторе галочку поставить в соответствии с тем, как я в соответствии с тем, как я здесь звездочку поставил. Ну, потому что по определению что такое вычислить значение этого элемента ну, я уж не знаю, как это... давайте я буду считать, что здесь был вектор, а здесь этот тот же вектор с волной, рассмотренный как функционал на векторе V. Ну, по определению это просто-напросто сумма E и т скалярная на... сейчас... ну, в общем, это равняется V. Ну, надо было сказать следующее, что дуальный базис в экриденном пространстве вот что такое, скалярное произведение вектора с элементами дуального базиса это координаты в исходном базисе. Ну, для базисных векторов это верно, координаты вот этого вектора в исходном базисе единички и нули. Ну, и для линейной комбинации соответственно тоже верны, поэтому поэтому это получится вектор V, поскольку вот вектор, координаты, которые вы сложили по базису E, это в точнице скалярное произведение с элементами дуального базиса. Вот. Ну, апрелль заключается в том, что на самом деле этот элемент, он, конечно, записывается вот так, надо выбрать произвольный базис, дуальный к нему, и вот такой элемент, но он не зависит от выбора базис. Ну, вот почему-то, почему-то традиционно и удобно проскалярное произведение на симметрических функциях описать в терминах элементы Казимира. Ну, этот самый элемент Казимира в этом случае, он нехитро и естественный. Ну, во-первых, тут немножко небольшое жульничество заключается в том, что здесь-то у нас пространство V конечномерное, а сейчас мы будем писать для бесконечномерного пространства V, но на самом деле, на самом деле реально все происходит по, все работы, может быть, по отдельности приведены с однородными компонентами, а однородные компоненты у нас конечномерные. Ну, тем не менее, элемент удобно написать сразу же для всех сразу, так сказать, сумма элементов Казимира для всех λn по всем n. Он пишется так, это вот такой элемент. А, в обратную сторону, конечно, неверно, что любой элемент является элементом Казимира для невыроженого склярного произведения. Ну, ноль, наверное, не может являться элементом Казимира, вряд ли он перейдет там при каком-то изоморфизме в тождественное отображение. Вот. Но, но если у нас есть базис, если есть два базиса, то мы всегда можем найти склярное произведение, для которого это дуальные базисы. И так, собственно, это склярное произведение определить. Ну, а удобно всегда, когда есть базисы, второй базис, который должен казаться дуальной, иметь дело с элементом Казимира. Так вот, элемент Казимира для того склярного произведения симметрической функции, которую мы хотим определить, он такой. Для этого мне сначала нужно сказать, что же такое склярное произведение симметрической функции. Склярное произведение симметрической функции это что такое склярное произведение кольца многочленов на кольцо многочленов? Это кольцо многочленов от двух переменных. Ну а, соответственно, это симметрические функции от каких-то переменных x1, x2, xn Надо тензорно умножить на симметрические функции от каких-то переменных Ну, соответственно, надо умножить на симметрические функции от других переменных y1, yn И говорить, что это симметрические функции от двух наборов переменных Они должны быть симметричны по хам и симметричны по у Ну и, соответственно, элемент Казимира, который мы хотим написать, он вот такой Ну, в общем, видимо, на сегодня будет мотивация отсутствовать Может быть, я там что-то туманное скажу через полчаса Ну хорошо, теперь мы его будем по-разному писать и увидим кучу дуальных базисов Если мы его напишем каким образом? То есть мы хотим его написать вот в таком виде Функция от x умножена на функцию от y Ну и есть три замечательных формулы То есть несколько из этих формул очевидны Во-первых, это сумма по всем разбиениям всевозможных чисел H лямбда от x, от x-ов на маномиальную функцию от y Ну это совсем легко получается Сейчас я где-нибудь в сторонке напишу И вторая формула, которая совсем легко получается Это такая формула, что это сумма по всем разбиениям всевозможных чисел n Пси лямбда от x-ов на пси лямбда же от y-ов, а здесь деленное насад лямбда Ну доказательства Ну давайте назовем это лямбой Это два совсем простых факта Ну первое Ну во-первых, напомним, что такое единица на x и t, t Это вестима сумма h nt от x-ов на t венте, как мы знаем Ну просто по определению полнооднородной симметрической функции раскрытия скобок Соответственно, если в качестве t взять y-ов, то у нас получится, что левая часть перепишется в виде произведения по всем y Сумма h nt от x-ов на y y венте Ну а теперь надо напрячься, раскрыть здесь скобки и понять, что коэффициент перед мономом Перед мономом каким-то Перед мономом y1 в степени лямбда 1 y2 в степени лямбда 2 yn в степени лямбда n Какой же тут коэффициент вылезет? Ну понятно, что вылезет коэффициент h, что там Ну здесь я, может быть, ну вот В общем, написал я сейчас неправильно Тут надо написать там Я считаю коэффициент перед мономом Ясно, что это будет коэффициент перед всей мономиальной симметрической функцией от y Перед всеми мономами от y Перед одинаковыми мономами от y Но отличающими перестановками переменных Будет одинаковый коэффициент как симметрическая функция от x-ов Поэтому мы его вынесем И останется у нас Мономиальная симметрическая функция от y Умноженная на какую-то симметрическую функцию от x-ов Мы хотим убедиться в том, что от симметрической функции от x-ов Есть полная однородная симметрическая функция Но для этого смотрим на один моном Но что же стоит перед этим мономом? Скажите, пожалуйста Перед y1 в степени лямбда 1 У нас вестима стоит h лямбда 1 Правильно? Ну да При y2 в степени лямбда 2 Стоит h лямбда 2 Ну и так далее h лямбда n Так вот я утверждаю, что вот это произведение Это есть не что иное, как произведение h катая в степени и катая от лямбда Ну и здесь вот это самое h катая Стоит ровно столько раз Сколько элементов разбиения имеют высоту k Ну если среди лямбда 1, лямбда 2, лямбда n число k встречается сколько-то раз То значит это число h к здесь в такой степени и стоит Ну просто Тофтологически То есть это совсем простая формула Ну вторая формула не более хитрая Что же здесь нужно сделать? Ну тут нужно так же, как в стандартном доказательстве формулу Ньютона для степенных сумм Все записать через что? Через логарифм, да? Так, и что-то у нас должно получиться Ну во-первых, можно здесь заметить, что здесь стоит Полная однородная симметрическая функция От произведения всевозможных, правильно? Так, это был пункт A Это был пункт B Если считать, что наши симметрические переменные Это всевозможное попарное произведение То производя выкладку, с которой я сегодня стартовал Когда напоминал цикленный индекс для типа структуры множества Мы можем записать опять левую часть Как сумму по всем лямбда Пси лямбда от Ну здесь я условно запишу вот так Алфавит из х умноженный на алфавит из у Здесь имеется в виду, что элемент этого алфавита Это попарное произведение Буква отсюда и буква отсюда Поделить на z лямбда, правильно? Вот эту формулу мы знаем Ну а теперь вопрос Что же такое пси лямбда от произведения двух алфавитов? Ну есть такая замечательная формула Что если у нас х возводится в катую степень Что произведение двух степенных сумм Это на самом деле степенная сумма От попарных произведений Не знаю, тоже, наверное, называется раскрытие скобок Но это то, что требуется в точности Ну точнее прочитать справа налево Это дает нам нужную нам формулу Ну то есть это все вещи нехитрые Легче, наверное, прочитать, чем прослушать Вот Да Ну следствие Во-первых, при помощи этого элемента Казимира Мы действительно можем определить скалярное произведение Это скалярное произведение у нас определяет следующим образом Что дуальный базис к базису h лямбда Образуют манамиальные симметрические функции А дуальный базис к базису пси лямбда Образуют тоже функции пси лямбда Только деленные на z лямбды То есть следствие В определенном нами к скалярным произведения Мы определили скалярное произведение При помощи этого самого элемента Казимира Так что пси лямбда образует ортогональный базис Так что квадрат длины каждой такой симметрической функции равен чему? Где квадрат равен числу z лямбда Ну скалярное произведение с пси лямбда делить на z лямбда Должно равняться единице Ну а значит h лямбда по всем разбиениям лямбды И m лямбда это дуальный базис Упражнение Мы сейчас, наверное, его сразу же проделаем Но с вашей помощью Давайте вычислим скалярное произведение h Ну в комбинаторных терминах Я почему-то хочу писать Не лямбда здесь, а мю и ню Скалярное произведение двух полных однородных симметрических функций Скалярное произведение двух полных однородных симметрических функций Ну скалярное произведение Это все равно, что коэффициент разложения по двойственному базису Поэтому это есть не что иное, как коэффициент при разложении, ну скажем, hµ, давайте hµ по маномиальной функции mµ Но коэффициент разложения по маномиальной функции очень легко искать Нужно взять один маном, посмотреть коэффициент перед этим маном Ну вот спрашивается, как найти коэффициент перед этим маномом? Ну, это очень, очень сложно Давайте какой-нибудь пример напишем Пусть скажем, пусть скажем, ν Это ν, это разбиение какого-то там числа 3 плюс 3 плюс 2 плюс 1 плюс 1 Какое число мы разбили? 3 плюс 3 плюс 4 это 10, да? А μ, ну тоже как-нибудь 10 разобьем Ну скажем, 4 плюс 4 плюс 2 Вот Так что же мы здесь делаем? Мы перемножаем вот эти самые полнооднородные функции Вот в таком количестве И должны посчитать коэффициент перед маномом Ну, я не знаю, х1 в четвертый, х2 в четвертый, х3 в квадрате Как же его посчитать? Ответ, что ли, написать? Ответ должен быть такой Что мы должны посчитать Всевозможные, так сказать Многозначные отображения Из Ну, есть две интерпретации Одна интерпретация такая Значит, первая интерпретация А, собственно, она и вторая интерпретация и третья В общем, речь идет о том, чтобы посчитать какие-то двудольные графы Двудольный граф с кратными ребрами Ну или просто есть там два множества Вот нужно понять, что это за два множества И для каждой пары у нас имеется натуральное число Ну, не отрицательное целое число Ну, что же это у нас будут за два множества? Одно множество это вестимо 1, 2, 3 Ну, или х1, х2, х3 А второе множество это должно быть Связано вот с этим Ну, давайте поймем, что же это такое А, тоже 1, 2, 3 Ну, потому что у нас здесь только встречаются h1, h2, h3 Если бы здесь были не h1, h2, h3 То, видимо, было бы еще что-то Давайте я так напишу h1, h2, h3 Ну, а теперь за счет чего маном встречается вот здесь? Ну, за счет того, что каждая переменная встречается За счет того, что каждая переменная Вот здесь х1, да? х1 умножить там на что-то Вот это х1 должно попасть куда-то В один из этих замножителей Ну, вот куда этот х1 попал, мы и должны написать Ну, соответственно, если есть паном Ну, в разложении вот этого Задает двудольный граф Ну, вопрос, в каком условии этот двудольный граф должен удовлетворять? Ну, он должен удовлетворять в каком-то условии Чтобы это был именно вот этот маном И чтобы это была именно вот эта Значит, полная однородная симметрическая функция Ну, кто скажет? Видимо, это должно означать, что всего у нас Из х1 выходит 4 ребра Из х2 выходит 4 ребра Ну, я нарисую какую-нибудь маном Из х2 выходит 4 ребра Из х3 выходит 2 ребра Сколько ребер должно входить в h1? В h1 должно входить 2 ребра Вот, столько в какой степени В h2 А, в h2 уже не прошло, да? В h2 должно входить 1 ребру А в h3 должно входить 2 ребра Так, сошлось или нет? 1, 2, 3, 4 1 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4 А, в h3 должно входить 2 ребра, да? В h3 должно входить 6 ребра В h2 должно входить 2 ребра В h1 должно входить... В h1 входит 2 ребра, да? В h3 у нас входит 6 ребра, а в h2 2 ребра Поэтому давайте вот так примерно рисуем x1 в квадрате, x2 в квадрате, x3 x1 в 4, x24, x3 в квадрате Здесь h1 в квадрате, h2, h2 Ну что это значит? Что из h2 мы взяли маном x1, x2 Из h1, из одного h1 взяли маном x1 Из другого h1 взяли маном x2, да? Так И в h3, соответственно, из одного h3 взяли маном... Ну, мы могли взять x1 в квадрате, x3 И еще раз так, что мы могли приобрести... Да В h2 в квадрате... Что? В h2 в квадрате... Да, да... Ладно, значит... У вас разберение есть, значит, у нас там несколько... 2h3... Ну, 1, 2h1 5 вершин Да Лучше 5 вершин нарисовать 5 вершин, которые означают... Что там? Угу Да, лучше 5 вершин нарисовать, тогда будет правильно Значит, я ошибся h1, h1 h2 h3, h3 И что я там начал рисовать? Давайте... х1 Так Из каждого h1 выходит по одному ребру, да? В h2, два ребра... Ну, правда, да, очень сложно... Из этого х1 в х3 два ребра Так, здесь уже три есть, здесь три... Раз, два, три... Раз, два, три... Раз, два, три... Раз, два, раз, раз... Так... Ну, в общем, да, двудольный граф, он как-то менее нагляден, если его рисовать... Можно вместо двудольного графа нарисовать матрицу смежности, да? Можно рисовать матрицу смежности, где на пересечении строчки отвечающих, значит, вот этой переменной и столбца, отвечающего, как вот этому сомножителю... Ну, написать число ребер, да? При этом эта матрица должна обладать следующим свойством, что если мы посчитаем сумму по строчкам, то мы получим одно разбиение числа десяти. Ну, что такое сумму по строчку? Ну, в каждой... Сколько, собственно, из каждой вершины выходит ребер, да? А если мы посчитаем сумму по столбцам, мы получим второй элемент разбиения. Но при этом заметим, что, когда мы рисуем эту матрицу, у нас, на самом деле, это... На самом деле, вот эти столбцы не знают, какая полная однородная симметрическая функция получится. Ну, где там, вот h с каким индексом? Это получается, когда мы считаем сумму по столбцам, мы видим, что сумма по столбцу равна единице. Значит, этот столбец соответствует полная однородной симметрической функции h1. Вот. А можно на это дело еще посмотреть следующим образом. Как на такое многозначное отображение из множества 1, 2, 3 в множество 1, 2, 3, 4, 5. Ну, матрица — это такое соответствие, правильно? Ну, или оно всегда и в другую сторону считается транспонированное из 1, 2, 3, 4, 5 в 1, 2, 3. Вот. Ну, ладно, это... Вопрос, как эти числа считать, непонятно, но к этим числам мы, наверное, еще и вернемся. Давайте посчитаем теперь скалярное произведение hµ и σµµ. А вот это уже существенно. Так вот я хочу сказать, что оно очень часто равно нулю. А именно, ν' — это как-то транспонированная диаграмма Юнга. Так вот это скалярное произведение очень часто равно нулю. Но мы сейчас поймем, когда оно равно нулю. Ясно, что это коэффициент разложения... Кого по кому? Ну, лучше по миномиальным функциям раскладывать, да? σµµµ по mµ. Точно так же. Так вот я хочу сказать, что здесь правило точно такое уже, только матрицы будут получаться не из нуля единиц. Ответ такой же, как в прошлый раз, только матрица из нуля единиц. Ответ смотри предыдущую задачу, рассмотрим граф без кратных ребер. Ну или матрица из нуля единиц, или что такое матрица из нуля единиц? Это отображение? Частично определённое отображение, да? Сейчас. Частично определённое. Просто частично определённое отображение, правильно? Нет? Нет, оно не отображение. Ну, как отображение, оно видимо красиво не формулируется. Просто граф без кратных ребер. Я хочу сказать, что в какой-то ситуации очевидно нет таких матриц из нулей единиц В какой ситуации? Когда одно разбиение сильно больше другого или сильно меньше другого Давайте это сообразим А, ну сначала, прежде всего надо заметить, что скалярное произведение hμ и σμ' оно равно единичке Это значит, что у нас ровно одна такая матрица Вопрос, какая? Матрица, у которой сумма по строчкам Ну давайте я нарисую какой-нибудь пример Почему есть только одна матрица из нуля единицы, у которой сумма по строчкам это 5, 3, 2, 1 А сумма по столбцам 4, 3, 2, 1, 1 Ну, да, ну ответ правильный, но в общем это должно быть очевидно Что в этой ситуации мы просто обязаны поставить... Ну то есть единственный способ проставить эти самые нули единички И, грубо говоря, вот это множество строчек и множество столбцов Это множество строчек и столбцов матрицы, правильно? Единички нужно ставить... Так, вот только так, да? Нет, ну нет, это именно так и нужно думать А, 5, 5 это значит все Ну, в общем, если это произнести, то получится в точности рассуждения В общем, если посмотреть на определение этого самого дуального разбиения записанной явной формулы То это должно получиться тофтологически, да Но мне очень трудно записать, что такое транспонированная диаграмма Юнга Ну давайте скажем то, что Миша сказал на данном численном примере Значит, у нас есть строчка, в которой стоит 5 единиц Раз 5 единиц, то, значит, два столбца, в которых стоят единицы У нас уже заняты, да? Дальше смотрим на... Нет, у нас... Четырой пик, где 5 единиц, а 5 в позиции Ну, 5 единиц, исключенные степени 1 единицу, 2 единиц Да Ну и свели задачу в предыдущей, да? Ну да Судя по всему, так и есть, да Вот, утверждается, что... Утверждается теперь, что если, значит, на это рассуждение посмотреть То мы можем вывести, при каком условии Вот Hμ, Hν равняется нулю Ну, по крайней мере, достаточные условия Ну, в общем, достаточные условия Это либо если μ больше ν, либо μ меньше ν Ну, так как я не знаю, как правильно написать μ больше ν или μ меньше ν То мы это... Ну, давайте считать, что μ больше ν Если мы перекидываем Перекатываем сверху вниз То есть в нашем примере вот это μ А вот это ν Так, ну, в общем, что же утверждается? Утверждается, что в разложении полнооднородной симметрической функции У нас просто не могут появиться какие-то маномы Да, то есть на самом деле, может, сейчас удобнее думать не комбинаторные А, так сказать, алгебраически То есть, ну, реально, вот, можно снова посмотреть на картинку и думать про матрицы А на самом деле мне почему-то удобнее посмотреть алгебраически Знаете, что мы имеем? Мы имеем разбиение ν-штрих Разбиение ν-штрих Значит, σ, что-то там ν-штрих 1 σ ν-штрих 2 σ ν-штрих 3 И так далее Ну и вопрос Какой самый высокий маном там появится? Ну, самый высокий в смысле, самый большой в естественном порядке Ну, понятно, что самый высокий появится, когда, грубо говоря, вот эти переменные, которые сюда входят Да, σ ν-штрих, это просто элементарная симметрическая функция Это произведение такого количества различных переменных Сумма всевозможных произведений переменных в таком количестве Ну, когда максимально пересекаются наборы переменных, входящие сюда Которые мы берем маном отсюда, маном отсюда, маном отсюда перемножаем Когда получается картинка там наиболее высокая, так сказать Ну, когда они... Ну, давайте считать, что они упорядочены по этому самому... По убыванию, там, ν-1 штрих больше 1, ν-2 штрих больше 1 и так далее Тогда понятно, что в точности... в точности получается маном Когда мы взяли вот столько переменных, потом взяли маном отсюда, который является делителем манома отсюда Взяли маном отсюда, который является делителем манома отсюда И что же мы получим? Произведение этих маномов даст нам маном, который, как нетрудно видеть, в точности дает mν. Ну, поскольку x1 в него входит вот столько раз, x2 входит вот столько раз. Транспонирование не вехало, по-моему. Нет, вот транспонирование и возникло. То есть вот это были элементы двойственного разбиения, а степень, в которую будет входить маном, он будет вот столько раз входить. k1, k2, k3 – это элементы двойственного разбиения. Ну, картинка-то одна и та же, просто мы читаем по стройкам, читаем по столбцам. Так что мы видим? Мы видим, что самый большой маном, который входит вот сюда, вот в эту симметрическую функцию, это маном, который вот этот самый mν. А маномов более высоких туда не входит. Значит, если μ больше ν, то здесь получится 0. Что же это значит, интересно? А что это значит? Как это проинтерпретировать с точки зрения линейной алгебры? Это значит, что матрица грамма в этих, так сказать, базисах она треугольная, там, соединится по диагонали. Если выписать базис в пространстве симметрической функции. Вот у нас два базиса, hμ и σν, в пространстве симметрической функции n-то степени. Ну, упорядоченным их каким-то образом в соответствии с упорядоченным диаграммом Юнга. Ну и тогда мы увидим, что в этих базисах матрица грамма написанная, она будет какая-то такая. Ну, то есть, видимо, она будет... Ну, то ли такая. Ну, если их упорядочить в соответствии... Ну, вот вопрос, надо транспонировать при упорядоченной байсе или не транспонировать? Если не транспонировать, то будет какая-то такая. Ну, мы его дополним как-то до полного, неважно. Нет, если они несравнимы, то тоже, конечно, получается 0. Там должно получиться не 0, только если строго меньше. Что же это значит? Вот здесь много единичек. Заметим, кстати, еще, что эти два базиса друг через друга целочислено выражаются. Ну, это я, конечно, не сказал, но это совсем простой факт. С целыми коэффициентами. Значит, следствие этого вычисления, которое на самом деле совершенно... Простое, но непонятно откуда возникает. Следствие такое, что дуальный базис... Как же это сказать правильно? Объем пролепипеда, что ли, натянутый нашими? Ну, в общем, я давайте сформулирую следствие как-то... К базису H-мю можно применить процесс ортогонализации. Можно применить процесс ортогонализации, при этом с целыми коэффициентами. Всякий раз будет вылезать целый коэффициент. Давайте я здесь напишу кавычки, потому что надо на самом деле думать, что это за процесс ортогонализации. В смысле, ИЗА что делает? ПСИ не может получиться. ПСИ у нас не автонормированный, так сказать. ПСИ не является тем самым целочисленным базисом в кольце симметрической функции. А H и Сигма являются целочисленными базисом в кольце симметрической функции целыми коэффициентами. Ну, в формулах Ньюзена, когда мы там элементарно выражаем через степенную сумму, там дроби возникают. А мы, когда применяем процесс ортогонализации, то мы, конечно, объем параллепипеда не меняем. Ну, в общем, на самом деле надо было как-то по-другому сказать. Не КАШ применить процесс ортогонализации, а вот как-то КАШ и Сигма применить процесс ортогонализации, который нам даст ортогональный базис с целыми коэффициентами. Но что-то я сейчас не соображу, как это сказать. В общем, что я тут хотел сказать? Я хотел сказать, что никаких других вычислений не надо проделать, чтобы объяснить из общих соображений, что в кольце симметрические функции с целыми коэффициентами существует ортогонированный базис. То есть это факт не очевидный, абсолютный, но вот некое чудо, что в кольце симметрические функции с целыми коэффициентами существует ортогонированный базис. С целыми коэффициентами. Ну, даже с рациональными коэффициентами. Сейчас с рациональными коэффициентами это тоже не очевидно. так же, как и с целыми, что нам не приходится артонормированный. Чтобы сделать борис артонормированным, нужно поделить на длину, которую корень из квадрата длины, но у корни полезут. Но утверждается, что вот отсюда должно формально следовать, что можно применить какой-то хитрый процесс ордонализации и неявно построить. Этот самый артонормированный базис называется базисом из функции Шура, но и на самом деле окажется, что вот это тождество надо интерпретировать следующим образом, что существует только один элемент артонормированного базиса, который входит в разложение вот этого и вот этого. И он, собственно, и будет обозначаться буквой S. Ну, правда, это с точностью до выбора знака, конечно. Ну, знак там естественным образом выбирается. Причем заметим, что артонормированный базис в таком свободном Z-модуле можно выбрать только единственным образом, потому что если у нас есть два артонормированных базиса, то матрица перехода будет ортогональна, а ортогональная матрица, целочисленная ортогональная матрица, она стоит только из нулей, единиц и минус единиц. Поэтому с точностью до изменения направления вектора и с точностью до перестановки базис у нас один. Вот. Ну, другое дело, как его найти? То есть, считайте... То есть, надо было бы мне, конечно, вот это следствие как-то доказать. Но давайте я на него сейчас времени не буду тратить, а сформулирую... Ну, собственно, определение функции Шурен. Стандартное определение такое. Единственное, что раньше мы говорили про многочленные от бесконечного числа переменных, а сейчас я напишу определение, которое не имеет смысла, когда мы пишем, что это для бесконечного числа переменных. Надо, конечно, сделать замечание, как связаны симметрические функции от бесконечного числа переменных и симметрические функции от конечного числа переменных. Но действительно, если мы знаем, что симметрическая функция в какой-то степени n, то в каждом анон для нее не будет входить больше, чем n различных переменных. Поэтому если мы, грубо говоря, все переменные, кроме n штук, объявим нулями, подставим вместо них нули, то никакой информации мы не потеряем. Ну почему не потеряем? Вот подставим вместо xn плюс 1, xn плюс 2 и так далее нули, как восстановить исходную симметрическую функцию? Ну очень просто, просто вот у нас есть разложение по номинамиальным функциям, мы просто в эти маномы надо добавить, маномы такого же типа, которые содержат выкинутые переменные, вот и все. То есть если количество, если степень ограничена, то можно всегда считать, что у нас конечное число переменных. Но зато когда пишут, зачем нужно бесконечное число переменных, чтобы никаких проблем в написании вот такого агрегата не возникало? Вот. Ну ладно, определение. Дело в том, что есть еще один замечательный базис, только базис не в кольце симметрических функций, а в кольце кососимметрические функции. Значит, рассмотрим кососимметрические функции от n переменных. Ну то есть те многочлены, которые при четной перестановке не меняют знак, а при нечетной перестановке умножаются на минус единицу. Ну тогда как же их написать, такие многочлены? Существует такая стандартная кососимметрическая функция, которая строится по разбиению. Если у нас есть разбиение лямбда, у которого элементы расположены по убыванию, то можно с этим разбиением сделать следующее. Ну что тут написать-то? n переменных, ну пусть будет лямбда n, причем, конечно, с некоторого момента эти элементы, они нулевые считаются. Зафиксируем. Будем считать, что у нас раз n переменных, разбиение всегда на n кусочков, просто сколько из этих кусочков нулевое? Число n разбиваем. То есть самое худшее, что может быть, это n единичек. И по этим лямбдам можно построить набор из n различных чисел. Следующим образом. Видимо, это должно быть лямбда 1 плюс n минус 1. лямбда 2 плюс n минус 2, лямбда 3 плюс n минус 3 и так далее. лямбда n минус 1 плюс 1, лямбда n. Ну, в общем, утверждение. Если здесь неравенства не строгие, то здесь неравенства строгие. Не правда ли? Ну и, соответственно, у нас есть такая симметрическая функция, кососимметрическая функция от переменных x1 и xn, которая пишет следующим образом. Ну, антисимметризация по всей симметрической группе. Что-то там знак сигма на... Ну, тут заметим, что орбита будет иметь длину, собственно, n факториал. Вот, поэтому тут не надо говорить. То есть, если орбита имеет длину не n факториала, то, видимо... В общем, все степени у нас... Все степени у нас различны, поэтому орбита имеет длину n факториала. А если бы две степени совпадали, то при антисимметризации мы бы получили ноль. Мне интересно. Ну, на самом деле, конечно, есть короткий способ записать то же самое. Зачем записал это длинным способом? Чтобы было понятно, что это полный аналог мономиальной симметрической функции, только написанной в кососимметрическом контексте. Там у нас происходит симметризация маномы, а здесь кососимметризация маномы. Ну и когда мы пишем кососимметризацию маномы, мы, конечно, должны брать маном, у которого все показатели различны. Но, соответственно, по разбиению написать маном, у которого все показатели различны, вот самый естественный способ, видимо, вот такой. Так, что же здесь получилось? Если вы внимательно посмотрите, вы здесь увидите определитель, который часто называют обобщенным определителем Вендермонда. Ну, видимо, здесь написано... Я уж не знаю, как правильно писать. х1 в степени лямбда 1 плюс n минус 1, х1 в степени лямбда 2 плюс n минус 2, х1 в степени лямбда n, ну и так далее. х2 в этих степенях, хn в этих степенях. Ну, вроде бы, даже это равенство верно-честно, а не только с точностью до знака. Вот. Ну, а теперь вспомним, что любой кососимметрический многочлен на самом деле устроен очень просто. Он равен стандартному кососимметрическому многочлену, который определитель Лямбда умножит на симметрический многочлен. Ну, потому что любой кососимметрический многочлен, он обращается в ноль, когда x и t равняется x, y, соответственно, делится на уравнение гиперплоскости, x и равняется x, y. Ну, раз он делится на x и минус x, y, то он делится на произведение этих скобок, я не знаю, по основной теории на арифметике, ну, то есть на определитель Вандермонта. Ну, вот по определению то, что останется после деления на Вандермонт и называется Вандермонт от x1, xn, останется симметрическая функция, она называется s лямбда от x. Так, в какой степени она будет? Она будет в степени как раз n, правильно? Ну, потому что степень любого манома здесь, это лямбда 1 плюс лямбда 2 плюс лямбда n, которое равно... Ну, ладно. Плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 1 минус 1, то есть степень определителя Вандермонта. Ну, мы поделили на определитель Вандермонта, получилось, что лямбда 1 плюс 2, лямбда 2. В общем, степень этого самого s лямбда равняется количеству клеточек в разбиении лямбда. Ну, и, соответственно, для того, чтобы по разбиению лямбда построить это s лямбда, нужно достаточно взять n, равное этому самому количеству клеточек. Ну, или любое большее. Ну, просто если мы n берем больше, чем количество... Ну, при любом n мы считаем, что вот мы дообозначаем нулевые элементы разбиения, чтобы написать вот здесь показатели. Ну, ладно. Ну, хорошо. То есть вот такое определение, оно вполне естественное. Чем оно хорошо? Оно хорошо в следующем, что если нам что-то нужно разложить по этим самым... Во-первых, совершенно ясно, что они образуют базис. Ну, почему? Потому что вот эти маномиальные кососимметрические функции, очевидно, образуют базис в кососимметрических функциях. А, соответственно, из любой симметрической функции можно сделать кососимметрическое умножение на Вандермонт. Вот. Ну и, соответственно, любая кососимметрическая делится на Вандермонт, и никаких дробей в коэффициентах там не возникает, поскольку... В общем, все тут на Z является базисом. Так. Ну и есть какие-то ключевые тождества, связывающие эти самые S-лябды. Одно тождество называется... Одно тождество... Не знаю, как называется. Но оно в точности означает... Оно в точности означает, что эти функции S-лябды образуют ортонармированный базис. Ну, стандартный способ это доказывать, он такой слегка немотивированный, он называется... Давайте посчитаем определитель каши из задачи... Посчитаем определитель каши. Ну, давайте я даже это напишу. А то, может, это... По-моему, это задача 470 из Хадеева-Саминского. То есть если мы считаем вот такой определитель, где в первой строчке... Ну, номер строчки за номер X ответственен, а номер столбца за... за номер Y. То такой определитель можно посчитать двумя способами. И оказывается, один способ его посчитать, он приведет к правой части, а другой способ его посчитать приведет к левой части. Ну, к левой части приведет стандартный способ посчитать, а именно, оказывается, он в точности равен произведению, конечному произведению. вот это умножить на произведение вандермонт от x, вандермонт от y это объясняется очень просто просто-напросто домножим на общий знаменатель ну то есть вот на это произведение ну точнее, что там как это правильно-то говорить каждую строчку ну подомножаем строчки и столбцы на вот эти множители так мы избавимся от знаменателя сколько у нас здесь со множителем n в квадрате соответственно каждую строчку мы должны видимо n раз умножить ну берем первую строчку обнажаем сначала на этот знаменатель потом на этот, потом на этот берем вторую строчку достаточно строчки, а не только строчки берем вторую строчку, умножаем на каждый знаменатель ну и так далее получаем тогда многочлен многочлен будет кососимметрический то есть он будет обращаться в ноль, когда там икс это минус икс 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 подставляем соответственно он делится на Вандермонт по иксам ну потому что если два икса равны то у нас две строчки равны, соответственно обращается в ноль это видно также как при стандартном вычислении Вандермонта ну вот, значит вот эта штука умноженная на знаменатель делится на Вандермонт потом оказывается, что степень там в точности совпадает и надо что-то сказать, почему коэффициент единицы это самое сложное, но вот почему-то он оказывается равным единице ну а можно его и в лук посчитать как собственно Фадеи Висаминского написано а другой способ его посчитать такой какой? надо записать это в виде ряда единица плюс x1y1 плюс x1y1 в квадрате плюс x2y2 в квадрате и тогда чудесным образом окажется, что это произведение двух таких бесконечных прямоугольных матриц один вот такой бесконечный Вандермонт а другой, соответственно, с x-ами ну и транспонировать надо, видите с y-ками транспонировать надо при произведении первой строчки на первый столбец у нас в точности получится вот это ну и так далее что же мы увидим вот если мы знаем формулу для произведения для определителя произведения то она такая ну собственно ее можно и в лоб вывести надо взять каждый минор отсюда умножить на соответствующий минор отсюда и просуммировать ну конечно вас может смущать то, что там сумма бесконечна но на самом деле вы вычисляете в формальных степенных рядах то есть вы всегда можете все обрубить по модулю там y и t в большой степени два формально степенных ряда равны если они для любого n большого по модулю там t в n t равны поэтому тут формально сделать вычисление корректным ничего не стоит но вот в общем воспользоваться формулой бенокаши по формуле бенокаши у вас здесь получится сумма по всевозможным минорам но миноры они будут в точности отвечать вот этим самым минорам это будут в точности вот эти миноры они вот здесь написаны то есть каждый минор он отвечает какому-то разбиению a лямбда от x на a лямбда от y но если отсюда выделить вандермонт то у нас получится это теорема ну не то чтобы это было очень красивое доказательство оно такое ну совсем что называется непонятно как его придумать вот но главное что я хочу сказать что что то что существуют такие функции которые ортогонально это можно без вычисления объяснить я правда сейчас не смог вот после того как мы построили эти симметрические функции которые образуют ортономерную базис мы можем завершить доказательство теоремы а надо сказать прежде всего что большой теорема о том что фарабиневскую стилистику создает изоморфизм который сохраняет скалярное произведение причем сохраняет целочисленность то есть сложность тут целочисленность потому что с рациональными коэффициентами как я в самом начале объяснил все очевидно ну размерности равны и на этом все заканчивается так что же надо сказать ну надо объяснить почему эти самые совпадают ну во первых я хочу сказать что можно вычислять вот мы с вами вычисляли в каких-то комбинаторных терминах вот это скалярное произведение но если вы вычислите скалярное произведение соответствующих перестановочных характеров а что такое соответствующий перестановочный характер ну я уж не знаю как его обозначить ну давайте обозначим вот это λ это действие на разбиениях на блоке действие соответствующих перестановочного представления разбиения на блоке ну размеров видимо λ1, λ2 и так далее вот таких размеров то что значит посчитать характер что значит посчитать скалярное произведение соответствующих характеров а ш λ это фрабиниусова характеристика вот этого комбинаторного вида вот этого представления симметрической группы а ш мл это фрабиниусова характеристика вот этого представления симметрической группы ну и мы хотим проверить что на базе произведения совпадают, для этого надо посчитать скалярное произведение этого характера на этот характер. Но это перестановочное представление, поэтому скалярное произведение, которое считается... на самом деле скалярное произведение сводится к тому, что надо просто-напросто посчитать скалярное произведение их произведения с единичным характером. А скалярное произведение с единичным характером, это на самом деле надо посчитать количество неподвижных точек для θλ на θμ. Ну здесь я немножко пропускаю кусочек теории представления, такой стандартный, очевидный. В общем, надо посчитать количество неподвижных точек. Но вот когда вы думаете, что же такое неподвижная точка, то есть у нас двумя способами n-элементного множества разбиты на блоки. Так, правильно я тут написал? А, неправильно. Сумма по всем g из sn. Так. А, нет, я все правильно пишу, просто сейчас нет. Это скалярное произведение, это сумма по всем g из sn. Сколько перестановки σ неподвижных разбиений? Если вы подумаете, что такое разбиение неподвижное относительно перестановки σ, то вы здесь увидите в точности вот двудольный граф, о котором мы здесь говорили. То есть можно прямым вычислением вот в этом базисе убедиться в том, что оно одно и то же. А на самом деле самый простой способ вычислить. То есть это все неправильный способ, потому что это вычислительный способ. Надо объяснять, почему скалярное произведение одинаковое, объяснив, какой глубокий комбинаторный смысл в этом самом элементе Казимира. Но я все-таки это постараюсь как-нибудь сделать. То есть комбинаторный смысл у него очень нехитрый. Это смысл такой, что мы множество красим одновременно в два набора цветов. Но вот почему раскраска множества в два набора цветов задает тождественное отображение в каком-то смысле, это надо как-то объяснять. Вот. Проблема заключается в том, что для того, чтобы объяснить, как что-то там вот... Во-первых, в какой ситуации нам нужно красить два набора цветов, что это за объект? Ну вот это уже не комбинаторный вид, а так сказать... Что-то похоже, но другое. Ну, надо описывать соответствующую теорию. Ну, у Баеза это написано. Ну и для того, чтобы объяснить без вычислений, приходится, значит, говорить какие-то определения. И вот, чтобы аккуратно их сказать, значит, надо подождать. Самый простой способ вычислить не в базисе из ашлямда, а в базисе из пси-лямда. Значит, на уровне симметрической функции у нас скалярное произведение вот такое. А теперь посмотрим, чьей же фрабиниусовой катеристикой является пси-лямда. Ответ. Пси-лямда является фрабиниусовой катеристикой такой дельта-функции. Фрабиниусую катеристику можно посчитать не только от характера, но и от любой центральной функции надгруппы. Если мы в качестве центральной функции на группе берем какую-нибудь функцию, ну, придумайте мне какую-нибудь букву. Ну, это, конечно, не характер, а, там, вместо хи, ну, скажем, ν. Ой, ν плохая буква. Что? Это, да? Это хорошая буква. Рассмотрим такую функцию, которая принимает значение 1 на перестановках из соответствующих классов сопряженности и 0 принимает значение на перестановках из других классов сопряженности. Это центральная функция на группе. Ну, центральная, что она зависит только от класса сопряженности, ну, или, на самом деле, что значение этой функции на σ тау равно значению на тау σ, это то же самое. Вот. В частности, она является линейной комбинацией, ну, во всяком случае, с рациональными коэффициентами, там, неприводимых характеров. Ну, и, как мы знаем, уже с рациональными коэффициентами является линейной комбинацией вот таких перестановочных характеров, поскольку они все пораждают. Ну, размерности одинаковые, да. Класс сопряженности столько же. Ну, это просто два базиса центра групповой алгебры. Один отвечает неприводимым представлением, а другой класс сопряженности. Вот. Так вот, если мы просто формально вычислим для нее форобиниусу стилистику, форобиниусу стилистику или такой функции. Что такое форобиниусу стилистика, а вот такой штуки будет. Это будет сумма по всем там μ. Здесь надо написать это λ от С μ. Ну, в общем, немножко смешно. Вот это равно нулю для μ неравных λ. А для μ равных λ что получается? А для μ равных λ получится единичка. Соответственно, получается С μ поделить на Z μ. Ну, отлично. А теперь вычисляем скалярный квадрат, скалярный квадрат этой штуки. Ясно, что скалярное произведение в кольце характеров, у это λ и у это λ' равно нулю. Ну, потому что то, что мы все там суммируем, ну, тут, ну, грубо говоря, с ошибкой, сумма по всем элементам группы, значение это функция, назначение это функция. Но произведение значения всегда равно нулю, если λ не равно λ'. Ну, а чему равен скалярный квадрат? Это сумма по всем элементам группы, соответственно. А здесь будет сумма по всем σ из C λ единичку умножить на единичку. Но что у нас получилось? У нас получилось вот столько. А это число как раз у нас обозначено единицей поделить на Z λ. Сошлось? Скалярное произведение вот этого с этим, чему равно? Скалярное произведение числителя поделить на Z λ в квадрате, то есть единица на Z λ. То есть совсем простое вычисление. Другое, что оно такое, не комбинатурное, а вот другой вариант комбинатурного вычисления, правда, недоделан. Значит, скалярное произведение сохраняется, при этом функции S λ принадлежат кольцу симметрических функций с целыми коэффициентами. Значит, они принадлежат целочисленной линейной оболочке вот этих самых перестановочных представлений. Ну, я не знаю, как это написать там. То есть они с целыми коэффициентами вычисляются через перестановочные представления. Ну, а с другой стороны, что это? Значит, какие-то характеры, у которых скалярное произведение, которые образуют... Ну, в общем, точнее, как это написать-то? Не они принадлежат, а их прообраз. Ну, то, что они с целыми коэффициентами, отображение у нас с рациональными коэффициентами определенное, мы увидим, что там коэффициенты разложения целыми. Что это такое? Это, на самом деле, элементы кольца характеров, у которых скалярное квадраты единиц. Ну, такие элементы, на самом деле, определяются однозначно. Ну, с точностью, правда, до перестановки этого самого. Ну, значит, это и есть какие-то неприводимые характеры. Мы уже знаем, что есть какие-то... Да, неприводимые характеры... Соответственно, это лежит в кольце, порожденном всеми неприводимыми характерами. Ну, количество элементов в боесе одинаковое, то, другое, автоноргированное, значит, они, грубо говоря, совпадают с точностью замены знаков и перестановки. Ну, на этом все заканчивается. То есть мы построили неприводимые представления таким неявным образом, а именно, вот у нас есть отображение фрабеневской характеристики. Симметрические функции мы как-то нашли, ну, благодаря, я не знаю, там, Якоби и Каши, ортонаржмированную базу относительно вот этого скалярного произведения. Ну, и говорим, что неприводимое представление группы СН, оно на самом деле такое, фрабеневская характеристика которого, это самая функция Шура. Все. Ну, а сейчас одну фразу еще скажу. На самом деле, то, что мы здесь вычисляли, вот это важное вычисление, это соответствует стандартному способу строить неприводимые представления через диаграммы Юнга. неприводимое представление строится как то, что одновременно входит в представление с такой фрабеневской характеристикой и в представление с такой фрабеневской характеристикой. Представление с такой фрабеневской характеристикой это действие на разбиении их на блоке, а это какой-то знакопеременный вариант этого действия. Ну, и, соответственно, оказывается, что реально, соответственно, можно написать проектор на это представление, проектор на это представление. Их произведение будет проектором на неприводимое представление, которое оттуда и туда входит. Ну, другое дело, что там приходится работать комбинаторно и как-то абсолютно немотивированно, почему же мы к чему-то придем, в то время как вычисления в симметрические функции, которые показывают что здесь когда-то единичка, когда-то нет, оно абсолютно элементарно и ничего вообще не требует, это вычисление можно проделать, ну разложить что-то там по байсу с минимальной функцией можно проделать аж в восьмом классе